Это работа с подрядчиками, гарантийные сроки на объекты у которых еще не стекли. По нашим подсчетам, всего это 35 объектов, за последнее время, которые у нас были отремонтированы. Сюда входят и улицы крупные, и внутриквартальные проезды, и дворы, дворовые территории. Поэтому их много. Из улиц здесь гораздо меньше. Так вот, из 35 объектов, на сегодня уже 30 обследовано, то, что мы делаем, называется эксплуатационный контроль, вопрос завоза земли. Земля завезена в город, соскладирована на складе. Сейчас проводится планомерный развоз этой земли полными квартирным домам. Только хочу предупредить здесь присутствующих, в том числе, руководителей ФСЖ, что у нас нет средств на завоз земли, чтобы ровным слоем всю придомовую территорию засыпать землей и сделать тем самым ровный газов. Восточный. Значит, в чем причина, не начало, не вон. Мы проводили на прошлом месте у заместителя главы администрации ФСЖ ДХАИ Ивановича Пополаскова два совещания с подрядчиками, которые с прошлого года переходящие контракты не до конца выполнили. Подрядная организация взялась, ну, подтвердила, вернее, свое намерение в ближайшие сроки выполнить, завершить этот ремонт. Мы, хочу подчеркнуть, ни копейки туда не заплатили, ни аванса, ни промежуточных, ни каких платежей. Деньги в основном на 90%, 95% это областной бюджет. Просто цветочный садок в декабре месяце положили крупный щебень, наклали на снег, засыпали часть асфальта, который там, ну, потом кровью доставшийся. С 90-го года городские улицы, садовые и цветочные, ни разу не отсыпались. Наконец-то, в декабре 2012 года на них были затрачены деньги из рубежета, они отсыпаны крупным щебнем, но ходить по ним невозможно. В России, вообще какие-то меры у нас принимаются фирмам, особенно вот в этом году, можно сказать, вместе с снегом сошел и асфальт. Что творится вдоль Жукова-12-я, где сделан вот этот перекресток, закатали его от Окея до Жукова-10-В. На сегодняшний день получается, что вместе со снегом сошел и асфальт. Придомовая территория, которая теперь попала к собственникам, скажем так, она многоустроена хорошо, но асфальт, а кому-то нет, и они должны сейчас за свой счет заделать. Даже им досталось вот такие ямы. В данный случай этот придет, да? Придомовая территория входит в состав общего имущества дома. 491-й постановление правительства Российской Федерации. В регистрационной палате зарегистрировано право зарегу и собственности собственников помещения многоквартирного дома. Мы уже унесли на дачу к себе. Вот эту сторону надо тоже говорить людям. Но нельзя же так относиться к городу. А прошли 9 мая, идем с Виктором, значит, с Сёковой, якобы убрано, на Карломарса поворачиваемся огромная свалка. Чья свалка? От Жильцов. Карломарса там 16 или 14, я уж не помню какой дом. Почетный стародет. Ну о чем мы говорим? Вот я бы хотел, чтобы мы тоже говорили населению эти вещи. Евгений Павлович, все-таки всех интересует один вопрос. Почему такое качество для ремонтных работ по дорогам? Ну неимоверные деньги в прошлом году выбивали. Неимоверные. Более 70 миллионов. Полгода прошло, опять имеем только плохое. Приезжают минерские организации, самого подрядчика и у нас. Мы проводим все мероприятия. Но однако при всех обстоятельствах сторонних профессиональных организаций со временем вылезают вот эти недоделки, которые с первого взгляда даже не увидят. Есть такое понятие, как скрытый дефект, который со временем проявляется. Поэтому многие сроки граждане берем возможности такие, которые нам законодательство позволяет. Улицу деньги выделить. Но пока, ну со сменой структур власти в области, пока мы этих денег не увидели. Я назвал цифру в начале своего доклада, 32 миллиона, которую нам Дорожный комитет распределил. Значит, это по улице Октябрьской. Я напомню, что мы с вами заплатили за проект. Он прошел экспертизу. Он не устарел. Мы можем только индексировать стоимость и в любой момент готовы стартовать. То есть мы на низком стадии. Огромное спасибо администрации за светофор, который наконец-то перейдется на станции СКС. Я думаю, что этот сябрь не видит, а не так же присоединяться. Но интересует также жителей судьба, когда появится пешеходная дорожка вдоль опасного участка Нарская шестерка. От моста до перекоса. Значит, разметки и дорожным знаком в прошлом году выполнен проект организации дорожного движения. Он согласован со всеми структурами. Основной, серьезной такой был эта структура, это третий отдел ДПС, ГИБДД на профессора Пакова. С кем очень сложно было все знаки согласовать. Поэтому нам хотелись одни. Мы видели разметку, где-то не хотели, двойную сплошную. Нам настояли, говорит, она здесь должна быть. И наносим разметку сейчас четко по этому проекту. Строительство у Воровского 19А, пешеходный переход, он является очагом аварийности. Там нас заставляет ГИБДД установить лежачего полицейского. Значит, строительство пешеходного перехода в микроайоне Южный. В том направлении, чтобы можно было, кроме переезда, пользоваться еще проездом, который существующий, но в неудовлетворительном состоянии. Вот такой информационный, хотя бы на автостанции, я очень просила хоть что-то сделать при входе в Летний сад или вот где-то в нашей исторической зоне информационное. Потому что сейчас поток туристов значительно возрос. Проезжающих мимо нас людей очень много. Я очень благодарна факту появления туалета на площади Николаева. К сожалению, не работает. В этом администрации было принято решение, не знаю форму договора, передать этот туалет в церкви, то есть храму. Управляющая компания, которая была преобразована из муниципального предприятия, у нас еще есть управляющая организация Единения и другие, не станут нам всех называть, порядка 5-10 по району даже. Они могут работать и в Кингисеппе, и в Аполле, в Котельском, в других населенных пунктах, и в Кингисеппе одновременно. В общем, все направления ЖКХ. Заполаски Игорь Иванович, сегодня работают на все 100. То есть загрузка полная, у нас большие планы, но все не охватите. Вы это прекрасно понимаете. Каждый из вас излил свою проблему, кто-то ее там в себе держит, но понимает, что все сразу не сделать. Есть какие-то приоритеты, есть какие-то вещи. Сегодня я хочу сказать, что уже на данный момент мы привлекли небюджетных средств для благоустройства города в размере 6 миллионов рублей. В ближайшее время мы подпишем еще два соглашения по 5 миллионов рублей, которые пойдут все конкретно на территорию города Кингисеппе. Будем что-то высаживать, кустами какие-то, бозоны, газоны разбивать и все остальное, но парковки нужно расширять. В каждом дворе сегодня есть проблемы, в каждом, подчеркиваю, нет идеального, ну, есть приближенные к идеальному, там, где мы успели провести тогда с вами мощения, ремонты хорошие, сервис перекладывали. Есть у нас хорошие дворы, конечно, нельзя это не сказать, но тем не менее проблема глобальная. Мы будем рекомендовать и заставлять все наши подотчетные организации в той или иной мере в полном объеме поддержать и выйти на субботник. Другие коммерческие организации, юридические лица, которые расположены в черте города Кингисеппе, ну и вообще по району, тоже будем просить, чтобы выходили на субботник, поддержать вас, выйти лично каждому на субботник в этот день. И у нас будут с понедельника, со вторника, наверное, будут четко уже разделены на сектора, где будет работать администрация. Многое вроде бы сделано, если обратить внимание на денежные средства, эффект пока мал. Вот эффект мал. Конечно, здесь и качество аспарта, здесь и качество тех работ, подрядчики, порой рога и копыта, или те, которые не понимают, зачем они вообще участвуют в дорожном строительстве. Но не об этом речь. Мы понимаем прекрасно, что кроме нас эту проблему никто решать здесь на территории не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова